z-блогеры пугают своих подписчиков коварными планами вражеского запада для них цель сделать из человека просто там по сути дела биоробота такая вот это наш главный враг снимают постановочные сюжеты и распространяют фейки а так называемый с вы может ли военный журналист быть беспристрастным да что ж ты манекен набитый как он может быть беспристрастным давайте откроем матрешку и проанализируем пять самых популярных телеграм-каналов российских военкоров работы вот в общем без дела никто из нас не останется какой контент они публикуют если мы маленький сантиметр оставим под контролем нынешнего режима на украине мы не будем иметь добра и сколько денег получают за распространение нарратива в кремлевской пропаганды хотят ли русские хотят ли русские войны мы хотим войны но мы бою это ради мира рейтинг самых популярных за блогеров рф открывает юрий котенок у которого больше трехсот восьмидесяти тысяч подписчиков всем доброго времени суток я юрий котенок военный корреспондент в своем телеграм-канале он публикует сводки с фронта мы штурмов роты заняли первую улицу волчанска и продвигаемся дальше видео отчеты российских оккупантов от лица нашего подразделения выражаем благодарность межрегиональной общественной организации вечер за предоставленный автомобиль повышенной проходимости и пропагандистские фильмы о так называемых героях с в отчизна нашим находится в таком серьезном положении то что передовой люди бьются из последних сил вот они стоят фактически стеной за свою отчизну на счету моего подразделения больше 30 единиц техники различного вида около 500 личного состава противника и пока я был командиром батареи у меня не было ни одной безвозвратной потери ни одного двухсотого вам не кажется что этот парень с детскими чертами лица слегка преувеличивает хвастая своими боевыми подвигами постойте к это же тот самый фронтовик который на выставке ликвидированной техники в ссу рассказывал что занимался бумажными делами на войне поскали а что дали героя хороший мотив его подбил после того как это видео разлетелось по сети и вызвало массовые насмешки было принято решение подправить биографию парня добавить ей героизма что ли и конечно же опровергнуть историю о воине клавиатуры просто стоять и хвастаться там за то что вот я вот там уничтожил я такой крутой пацан крутой мужик но это нет не то освещая те или иные события котенок всегда гнет линию кремля когда в белгороде рухнул целый подъезд многоквартирного дома он написал что виной прежде всего был прилет украинского снаряда выпущенного из рсзо ольха или чешский вампир однако видео момента трагедии разбивает эту версию в пух и прах потому как взрыв произошел на самых нижних этажах подыгрывание путинскому режиму приносит за этого инкору приличные деньги ежемесячно он зарабатывает на рекламе в телеграм-канале полмиллиона рублей выдвигаемся на передний край откуда работают оператор беспилотников координирует работу артиллерии четвертое место нашего рейтинга занимает военкор комсомольской правды александр коц который кстати в ноябре 22 года был включен в состав совета при президенте рф по развитию гражданского общества и правам человека но судя по настроению за блогера трудиться на этом поприще он не настроен на меня сейчас свалилась конечно лавина просто всяких жалоб от мобилизованных от родственников от тех у кого канализация плохо работает от тех у кого крыша протекает коммунальные службы бездействует и так далее так далее то есть такое у людей ощущение что если я попал в совет по правам человека при президенте я сейчас должен решать все их проблемы как будто я там единственный участник этого этой организации пропагандистская деятельность вызывает у этого приспешника кремля куда больше интерес он активно освещает так называемую с вы чем меньше будет озеренцы настроены на переговоры тем больше танков что цели цели специальной военной операции будут достигнуты и оправдывает удары армии рф по гражданской инфраструктуре украины как 8 половиной лет украина била по гражданским объектам и инфраструктурным в донбассе нам показали как как надо делать что мы это делали сразу з-блогер ведет телеграм-канал кодс ньюс на который подписаны 570 тысяч человек там он публикует разного рода военный клинч рекламу службы в вооруженных силах россии это денис денис работал механиком и любил разбирать машины и сейчас денис все еще любит разбирать машины и ролики о непобедимости армии рф которая планирует захватить не только украину но и страны нато также в телеграме кодса можно найти постановочные сюжеты о загнивающем западе и американских семьях которые радуются что переехали жить в россию люди здесь очень добрые они сказали мы любим американцев но мы ненавидим ваше правительство и сказал о я тоже у нас очевидно существует ситуация с лгбт сатанинская ситуация что становится все яснее и яснее мы не можем учить наших детей тому что нормально заключать брак между двумя мужчинами или двумя женщинами и мы не будем этого делать и поэтому нас считают угрозой для страны по версии этих ценителей российских скрепов в так называемое своего виновата тоже америка я считаю что америка не хочет чтобы россия существовала украину используют как марионетку для интересов моей страны помимо подобного пропагандистского контента кодса размещает в своем телеграме рекламу которая приносит ему в месяц восемьсот тридцать тысяч рублей третье место в рейтинге самых популярных зет-блогеров занимает военкор в гтрк евгений поддубный у него семьсот двадцать тысяч подписчиков которых пропагандист регулярно кормит баснями о базах надо война неизбежно было с четырнадцатого года и специальная военная операция значительно смягчила неминуемый удар по россии с четырнадцатого года украину готовили в качестве плацдарма для агрессии россии также на канале поддубного можно найти рекламу военных учебных центров военный учебный центр проводит целевой набор из числа граждан изъявивших желание в процессе обучения в гу пройти военную подготовку с последующим обязательным прохождением службы по контракту в течение трех лет вооруженных силах российской федерации в других войсках воинских формированиях и органах на офицерских должностях помимо агитации участия в захватнической войне зблогер активно распространяет фейки например о том что в украине существовали детские нацистские лагеря которые якобы накачивали школьников идеологии и нацизма и тотальной ненавистью ко всему русскому дети еще младшие школьники которые в силу возраста должны были играть в солдатиков и тискать котят отрабатывали боевые приемы и усваивали как убивать москалей запад все это время одобрительно кивал и спонсировал десятки таких лагерей воспитания по всей территории страны пока подписчики читают подобный бред карманы поддубного наполняются деньгами телеграм-канал ежемесячно приносит кремлевскому военкору 1 миллион триста тысяч рублей самым высокооплачиваемым z военкором является александр сладков который в месяц зарабатывает 1 и 6 миллиона рублей во первых это надо уметь делать но по количеству подписчиков он занимает второе место в нашем рейтинге его аудитория насчитывает более 900 тысяч человек и все они без какого-либо анализа поглощают пропагандистские материалы сладкова ну я же еще представитель пропаганды военные в советском союзе у нас мощнейшая пропаганда дело в том что за каждым словом политработника стоял гигантский аппарат который его поддерживает в современной россии за каждым словом военкора стоит гигантский аппарат путинского режима людей складывается впечатление что мы все работаем в останкино в одном кабинете допустим я путин медведев российский военкор транслирует затертые до дыр рассказы об украинских нацистах в тринадцатом году прозвучало москаляку нагеляку и публикуют свои архивные постановочные сюжеты о многострадальном народе донбасса фактически пять лет здесь идет война и за эти годы погибли почти 5000 мирных жителей и 81 ребенок разрушены 22 тысячи жилых домов правда кремлевский пес не уточнил что смерти разруху на восток украины принесла как раз таки россия пропагандист это отдельная очень серьезная деятельность ну и самым популярным право властным военкором россии является семён пегов всем привет наше специальное включение из кремля где только что завершилась церемония инаугурации практически все свои действия слова и тексты этот пропагандист согласовывает с гру рф так что его можно смело назвать агентом минобороны россии самое главное ребята это конечно же вот заслужить доверие этих людей а заслужил пегов это доверие еще в 2014 даже был награжден медалью за заслуги перед отечеством за якобы объективное освещение событий в крыму он открыто поддерживал российских боевиков на донбассе а сначала открытого вторжения армии рф на территорию украины выполняет задачи по информационному сопровождению в местах боевых действий но на мой взгляд очень важно создавать контент для истории вообще в принципе да и тут конечно у нас работы не початый край и это и фильмы про всех наших героев и документальные фильмы и художественные фильмы и специальные репортажи столько событий за эти два года произошло что мне кажется моя до конца жизни на гормогу кино снимать на эти темы тем более что опыт съемок постановочных сюжетов у бегова имеется на этих кадрах военкор забыл вырезать отмашку стрелять которую он дал солдатам перед тем как начал работать на камеру конечно журналист всегда первых должен стремиться к эксклюзиву за блогер демонизирует украинскую власть то я киевский режим государством не считаю я считаю террористической организацией абсолютно и героизирует военных преступников я горд что у нашей армии и у наших бойцов нету ненависти украинскому народу телеграм-канале варгон за который имеет более миллиона подписчиков бегов не только публикует фейковые репортажи с фронта и победобесные клипы но и разгоняет и псо распространяя ролики срежиссированные строго по кремлевским методичкам тримайся все будет доброе тронко замонтажить цих телеграм приносит пегову примерно 1 миллион 200 тысяч рублей в месяц зависимо от количества рекламных интеграций эту грань каждый определяет сам для себя однако военкоров рф кормит не только реклама но и сам кремль выплатить надо конечно но что это же само по себе мне кажется очевидным является потому как эти z-блогеры имеют колоссальное влияние на свою аудиторию и вполне вероятно что в скором времени именно они заменят соловьёва скобееву симоньян и прочих представителей старой гвардии российской корпорации лжи